Субтитры создавал DimaTorzok 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 А сказать, что мы окончательно открыли черный дыр пока не удается но все равно уже этот боли этот очень богатый наблюдательный материал позволяет с большой вероятностью 99,99% утверждать что черный дыр существует хотя остается 1,01%, что может это совсем нечто другое еще более загадочной. Потому что черная дыра – это простейшая интерпретация тех наблюдений, которые мы проводим. А если это не черная дыра, то это такая чертовщина, которой мы совершенно пока еще и представили. Поэтому мы будем очень рады, когда у нас окончательно доказательство что это черная дыра, вот по гасиму, это 0,01% и так далее. Вот этим, собственно, сейчас ученые и занимаются. Ага, можно уменьшить. Вот так она. Итак, вот, значит, в данных системах конечно, черные дыра изучаются, потому что изучая движение оптической звезды в двойной системе, в рентгеновской двойной системе, то есть мы можем по движению оптической звезды подробного тела измерять массу объекта. А по целой революции звезд, если масса ядра звезды, где прошли ядерные реакции больше трех масс Солнца, то в конце жизни звезды ядро коллапсирует, сжимается и образуется черная дыра. Если же масса этого ядра меньше трех масс Солнца, то может быть или нейтронная звезда, или белая карта. Поэтому первое, что надо сделать астрономам, это измерить массу компактного объекта. А то, что объект компактный, это мы по рентгеновскому излучению определяем. В двойной системе обычная звезда, типа Солнца, и спускает ветер, солнечный ветер, звездный ветер. Этот ветер поглощается черной дырой, он падает на черную дыру, достигает скоростей порядка скорости света, сталкивается и в ударных полнах образуется жесткое рентгеновское излучение. Вот по рентгеновскому излучению мы отреждаем, что есть компактный массивный объект, в двойной системе, а по переменности этого рентгеновского излучения можно оценить размеры этого объекта. Рентгеновское излучение переменно на временах одной тысячи секунды. Поэтому скорость света умножьте на одну тысячу, и вы получите всего 300 километров. Характерный размер объекта. Масса 10, масса Солнца, а характерный размер меньше 300 километров. Ясно, что никакая стандартная физика такой объект удержать от сжатия не может. Но, к сожалению, окончательно доказать все равно не удается, что это именно черный дыр. И вот сейчас уже измерены массы примерно трех десятков звездных черных дыр. Правильно было бы говорить, что кандидатов в черный дыр. Но сейчас я говорю, что очень большая вероятность того, что это все-таки черный дыр, и мы кандидат не употребляем. Вот массы меняются от 4 до 16 масса Солнца в таком интервале. И кроме того, по движению газа звезд в окрестностях ядер галактик измерены массы многих сотен сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. С массами от 10,6 до 10,10 масс Солнца. Сейчас даже есть уже измерение масс до 10,5 масс Солнца, так называемые черные дыры в промежуточных массах. Ну вот те средства, с которыми мы сейчас работаем. Это, конечно, космический телескоп Хабблов внизу, в левом углу. Это обсерватория, значит, VLT, VRLH телескоп, 4-8-метровых телескопов, которые сейчас объединены в единый интерферометр, VLTI, VLT интерферометр. И угловое разрешение этой системы лучше 10 минус 3 секунды. И в самые последние годы здесь создан так называемый интерферометр gravity, который позволяет измерять движение газа вблизи последнеустойчивой орбиты ученой дыры в центре нашей галактики. Со скоростями 30, 20, 30 тысяч километров в секунду. То есть это еще один аргумент, что в центре нашей галактики является, скорее всего, ученой дыра. Вот это гамма-обсерваторий Деграл, который меряет рентгенство, и гамма-излучение. По нему как раз рентгенские двойные системы открываются. А это Международная космическая станция на порту, которой мы, в частности, собираемся установить телескопы диаметром полметра и делать обзор неба с целью создания высокоточного звездного каталога, порядка полмиллиона звезда. Вот такие средства мы имеем. Это так называемый электромагнитный диапазон. Но сейчас уже астрономия стала многоканальна. Не просто всеволновой, как и сам Лучковский в своей риге говорили. Этого недостаточно. Астрономия стала многоканальной. И мы вот сейчас только недавно сдали в издательство книгу под названием «Многоканальная астрономия», которая описывает электромагнитный диапазон, гравитационно-волновой диапазон, нитринный диапазон, канал космических лучей. В целом вот так у нас такое большое разнообразие наших возможностей наблюдений. Так что прошу, так сказать, эту книгу. Она выходит в издательство «Век-2». Где-то в феврале она уже появится. Весной она в продаже появится. В фронте можете ее покупать. Очень советую приобрести. Это очень интересная книга. Она как раз описывает возможности. Так, подберите. Первый кандидат в черную дыру был открыт 45 лет тому назад. И Нобелевская премия была присуждена за открытие рентгеновских двойных систем. Вот, как я уже говорил, оптическая звезда является донором вещества и движется в гравитационном поле черной дыры. И по движению этой оптической звезды можно определить массу черной дыры. А вот в ядрах галактик мы имеем галактику. В центре галактики, значит, сверхмассивная черная дыра. По движению звезд и газа можно наблюдать сверхмассивные черные дыры в галактических ядрах. Измерять их массой. Вот так выглядит изображение сверхмассивной черной дыры в центре галактики. Вот темная область – это тень черной дыры. Размеры тени в несколько раз больше, чем размеры самой черной дыры. Почему? Потому что свет, идя от яркого кондиционного диска, на фоне которого черная дыра расположена, он искривляется. И поэтому изображение тени расширяется. Тень более имеет размеры в пять раз больше, чем размер самой черной дыры. Это помогает внутри дыре, потому что и так маленький очень размер тени. Но вот за счет того, что она раздвигается с помощью проекционного линзина в проекционном поле черной дыры, можно ее измерять. И возможности современных интерферейдеров как раз допускают измерение таких вот размеров. Ну и вот это значит, уже сейчас наблюдаются звезды вблизи сверхмассивных черных дыр. И по их падежению, вот мы имеем уже орбиды конкретных звезд вблизи сверхмассивных черных дыр. в центре нашей галактики. И оказывается, если по третьему закону Кеплера подвижение этих звезд измерить 28 раз независимую массу черной дыры, то она составляет 4,3 миллиона с точностью лучше 10%. То есть, что касается массы вот этих вот сверхмассивных черных дыр, мы их мерим уже очень надежно. Ну вот, так сказать, вот возникает вопрос, значит, есть ли у черных дыр так называемый горизонт событий? Вот в этом состоит главная проблема. Потому что вот именно наличие горизонта событий является основной особенностью черной дыры. Ну вот, экстрементарно-целенные радиусы черной дыры не превышают нескольких гравитационных радиусов. Гравитационные радиусы шваршида это 2Gm делить на c квадрат, c это скорость света, 300 тысяч километров в секунду, m это масса черной дыры, а g это постоянное тяготение. Вот он составляет для Земли, например, всего 9 миллиметров. То есть, если мы возьмем пресс и будем сжимать Землю до размера 9 миллиметров, то мы получим черный дыр. Сейчас размер Земли 637 километров, мы ее должны сжимать до размера 9 миллиметров. И тогда вторая космическая скорость у Земли будет равна 300 тысяч километров в секунду. А до этого вторая космическая скорость у нас какая? 11,2 километра в секунду. Если вы сообщите на поверхность Земли такую скорость тела, то она улетит на бесконечность. Если меньшую скорость, то она возвратится назад на Землю. Вот такая же вот скорость убегания от, так сказать, ученой дыры. Чтобы тело ушло от черной дыры, надо сообщить ему скорость равной скорости света. Если тело имеет массу покоя ненулевую, то этого невозможно сделать. Человек с ненулевой массой покоя не могут двигаться скоростью равной скорости света, поэтому от черной дыры обычные тела не могут быть. Ну вот. Но есть еще вращающиеся черные дыры. У них этот вот радиус горизонта событий в случае не вращающихся черной дыры, он равен шваршин для скорого радиуса, а в случае вращающихся горизонт событий по радиусу меньше, чем шваршин для скорого радиуса. Вот что такое горизонт событий? Горизонт событий – это поверхность пространства и времени. Это не твердая поверхность. Ее можно устранить, выбрать в систему отсчета. Если вы будете падать на черную дыры, то никакого горизонта событий не упадете в седер. На этой поверхности ход времени останавливается с точки зрения доверенного летации. Любому сколь угодно маленькому промежутку времени на горизонте событий соответствует бесконечно большой промежуток во всем мире. Если вы сели на горизонт событий, там, конечно, вас разорвел сплющий громадный гравитационный порт. Поэтому это теоретически можно сделать. Но если вы занесли неподвижно на горизонте событий, то вы увидите, как события во внешней Вселенной протекают с бесконечно большой скоростью. Вы увидите будущее Вселенной и так далее, и так далее. Вот какие особенности, оказывается. Вот. Ну, вот. В центре черной дыры расположена симулярия, а фотонная сфера – это как раз вот область, где фотоны, когда они проходят вблизи черной дыры, они закручиваются. Вот здесь вот справа показана вращающаяся черная дыра в горизонт событий. И вокруг горизонта событий есть еще так называемая эргосфера. Это вихревое коллекционное поле вблизи черной дыры. Если тело туда попадает, оно неизбежно принимает участие в движении, потому что вращается в пространство ввеси. Оно увлекается. И вот если даже квант света попадает в эту эргосферу, то он завихряется и выходит наружу с большей энергией. Поэтому из вращающейся черной дыры можно извлекать энергией вращения черной дыры. Они помещают туда пробные тела, они потом раскручиваются за счет энергии черной дыры и выходят с большей энергией. Можно строить электростанцию на базе вращающейся черной дыры. Вы знаете, конечно, еще одну особенность, что если вы пошлете космические корабли в черной дыре, то с точки зрения далекого наблюдателя, с вашей точки зрения, он никогда не пересечет горизонт событий. Он остановится в горизонт событий, потому что с нашей точки зрения на горизонте время остановилось. И он не будет падать на черной дороге не потому, что мощности двигателя не хватает, а потому что ему ход времени не позволяет. Он неподвижен. И он будет вечно стоять в горизонт событий с нашей точки зрения. А со своей точки зрения космический корабль проходит под горизонт событий и ударяется в сингулярность, где сжалось первоначальное вещество, там квантовая гравитация, уже очень большая плотность, с него разорвут приливные силы, он безусловно погибнет, падает в центр черной дыры. Поэтому даже понятие жизни и смерти для черной дыры является относительным. С точки зрения внешнего наблюдателя, космонавт вечно живет около горизонта. А с точки зрения самого космонавта, он давно покинет. Вот какая экзотика черной дыры. Понимаете? Поэтому многие физики даже до сих пор очень скептически относятся к проблеме черной дыры. Поэтому если мы признаем, что это черная дыра, надо будет с этим вас всем разбираться, с этими парадоксами. Это очень непросто. Там подникает проблема причинности, проблема возможности создания машины времени, путешествия во время, и так далее, и так далее. Поэтому изучение черной дыры это очень интригующее, очень интересная проблема. Это передний фронт современной науки, можно сказать. Не только астрофизика, а и фундаментальной физики. Ну вот, я уже говорил о том, что астрономия стала многоканальной. Значит, не только электромагнитный диапазон, я показывал картинку, там разные телескопы, рентгеновские, оптические, и так далее. А вот она стала не только всеволновой, но многоканальной. И вот здесь показана гравитационно-волновая обсерватория, Лайка, гравитационно-волновая обсерватория, это две трубы по 4 километра длиной, расположенные перпендикулярно друг к другу. Вот в этих трубах на концах стоят зеркала, и в них запускаются лучи лазера, и с помощью этого луча измеряют очень точно положение зеркал, и когда приходит гравитационная волна, это колебание гравитационного упора, то она приводит к смещению этих зеркал, и с помощью интерфекционной картины лазера можно зарегистрировать очень точно смещение этих зеркал. И таким образом, это, так сказать, сейчас уже тушено на потом, сейчас уже есть две, три гравитационно-волновые антенны, это Лайка, которая состоит из двух антенн, разлеченных 3000 километров между двумя антеннами Лайка обсерватория. Лайка – это лазер-интерферометр-гравитационный обсерваторий, интерферометр-гравитационный обсерваторий, значит, лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. Вот, значит, есть в Америке две гравитационно-волновые антенны, и есть еще в Италии гравитационно-волновая обсерватория Вирна. Примерно такая же, у нее чуть поменьше длина плеть, но принцип работы такой же. И сейчас вот эти три антенны, они ловят гравитационные сигналы из космоса, и по совпадению, ну, разумеется, с некоторым запаздыванием, потому что они на разных расстояниях, поэтому свет распространяется, ну и гравитационная волна только, какой-то скорость, скорость света, и поэтому там некоторое запаздывание, несколько миллисекунд между ними происходит, но вот именно по совпадению в трех обсерваториях, в карантенах, и делается вывод о надежности результата регистрации гравитационного обсерватора. И сейчас уже вот так опубликован каталог гравитационно-волновых источников, которые являются продуктами слияния черных дыр, и даже нейтронных звезд. Уже вышла статья с каталога, уже 10 объектов измерены, масса объектов, светимости при слиянии, форма гравитационно-волновых сигналов, и так далее. И гравитационные волновые отчасти сейчас настраиваются на новую чувствительность, где-то к лету они начнут уже опять регулярно на претение с большей чувствительностью, и обещают ученые, что будет открываться 100 событий в год. Значит, каждые 3-4 дня будет регистрироваться акция слияния двух черных дыр или двух нейтронных звезд. Так что мы будем иметь огромную статистику по изучению масс черных дыр, угловых, они же еще и вращаются, и по форме гравитационного сигнала можно вращение черной дыры изучать, и так далее. То есть нас ожидает новое, неожиданное, может быть, даже открытие. Будем, так сказать, с нетерпением ждать вот этого времени. Ну и вот как работает эта антенна? Я уже говорил, вот дверь. Зеркала, взаимоперпендикулярное расположение, возраст Соединенные Штаты в левом верхнем углу, одна антенна в штате Хэнфорд, а другая в штате Луизиана, H1 и L1, разделены расстоянием 3000 километров, это 10 миллисекунд прохода в среду. А это в правом верхнем углу, это чувствительность этой антенны, которая достигает 10 минус 23, относительной деформации метрики. И так далее. Это, конечно, очень большое достижение технологии, потому что 40 лет ученые пытались построить антенну и зарегистрировать гравитационный пол. И только вот в самое последнее время это удалось. И наш ученый Бракинский, Владимир Борисович, положил на это всю жизнь. Всю свою жизнь он занимался усовершенствами, повышением численности гравитационной волны. И группа Бракинского внесла большой вклад в это дело. И за два дня до своей кончины Бракинский подержал номер журнала, где сообщалось об открытии первой гравитационной волны от слияния черных лет. Слава Богу, он все-таки подержал в руках журнал, где он завтра. И посмотрел на свою статью. 40 лет человек всю жизнь свою отдал, чтобы сделать антенну долгой часы. Ну вот, как гравитационная волна регистрируется, имеется двойная система, то вот от нее такие волны пространства-времени с удвоенной частотой по сравнению с орбитальным периодом идут. И вот эти вот деформации пространства-времени меряются. Ну и вот, значит, была получена Нобелевская премия за это дело. Наши ученые Герцинштейн и Пустовой как раз предложили идею лазерной гравитационной волновой грандики. И сейчас вот уже открыто слияние черных дыр в двойных системах. Массы черных дыр по форме гравитационного нового сигнала измеряются. 36 и 29 массов с вольтсами, 14 и 8 массов с вольтсами, 23 и 13 массов с вольтсами, 31 и 19 массов с вольтсами. Так что уже вот идет надежная статистика масс черных дыр вот в двойных системах на очень поздних стадиях эволюции. Потому что этим двойным системам предшествовали обычные звезды. Обычные звезды в массе там 30, 50, 80, 100 в двойной системе. А звезды в двойных системах образуются, потому что когда газовые облака коллапсируют межзвезды, то из-за того, что они вращаются, получается, так сказать, вот звезды не одиночными рождаются, а либо скоплением, либо двойными, либо тройными. Поэтому вероятность уже будет двойная звезда очень велика. И количество двойных звезд в нашей галактике более 50%. То, что наше Солнце одиночная звезда это исключение, они практики. И поэтому, когда двойная системы из двух звезд существует, дальше эти звезды эволюционируют, взрываются как сверхновые, и если там определенные условия выполняются, то она сохраняется как гравиационно-связанная система, образуются две черные дыры, и потом много миллиардов лет эти две черные дыры крутятся, излучая гравиационные волны, теряют энергию и сливаются. Вот момент слияния мы инвестируем как раз с помощью гравиационных объектов. Вот конкретный сигнал. Вот, пожалуйста, сверху самое верное это два сигнала в Хенфорде и в Луизиане и в Ливингстоле. Два сигнала независимо. Вот с учетом затяжки 10 миллисекунд красные и синие сигналы совмещены, видно, что они прекрасно друг друга повторяют. Это еще одна уже черная дыра более маленьких масс, а в нижней это черная дыра ревентажа вот первая черная дыра. Вот под таким сигналом по их форме измеряются массы черных дыр. И, значит, сейчас я уже сказал, что уже не только Лайга обсерватория, но еще третья обсерватория Вирга и эти наблюдения вполне успешно ведутся уже на трех обсерваториях. Вот. Вот, значит, сейчас уже открыто слияние нейтронных звезд двойных систем с помощью гравиационных волн. И этому слиянию сопутствовал электромагнитный сигнал. Вспышка гаммы, декаммы излучения, оптическое излучение, ориентирское излучение. И удалось зарегистрировать, так сказать, именно измерить время, так сказать, скорость распространения гравиационных волн в пространстве, которая с точностью 10 минус 15 равна скорости света. Вот это очень важный экспериментальный результат, доказанный экспериментально, что гравиационные волн в пространстве распространяются со скоростью равной скорости света. Ну, вот здесь этот сигнал показан как раз. Гравиационный ровновый сигнал от слияния нейтронных звезд. Это параметры нейтронных звезд. Вот, значит, первичная масса 1,36-1,6 масса солнца, вторичная 1,17-1,36 масса солнца. Две нейтронные звезды. Степичная масса на нейтронных звезд. А это вот как раз гравиационный электромагнитный сигнал, который сопутствовал гравиационного волнного сигнала. А здесь вот показан оптический транзиент. Вот справа ничего нет, видите, там эти пирочки. А слева появился яркий оптический источник. Это как раз вот результат слияния двухзагронных звезд. Вот. Ну, и, так сказать, имеются также перспективы коротковномодниш континентарной косметики ради интерферомедры, позволит значит измерить угловые размеры сверхмассивных черных. Вот, значит, развивается вот этот проект интерферометра ивань-хорайзен-телескоп. Ихать и ехать и по-русски говорить. Вот как раз эта группа получила грант. У них угловое разрешение лучше 10-5 секунд. Это примерно десяток сут-миллиметровых радиотелескоп, разнесенных большой базы международной и вот они вместе смотрят в одну точку. И это и говорим на том, что радиотелескоп работает на одном миллиметре длины волны размером диаметра зимного шара. Угловой разрешение 10-5 секунд. Вот как раз показаны эти субмиллиметровые антенны, которые входят в состав ивань-хорайзен-телескоп. Это телескоп для измерения горизонта событий черного дырка. Ну и вот можно изучать таким образом процессы происходящие в ближайшей черной дырке. И более того, из-за того, что мы имеем теперь не только радиоастрономию оптическую рентгеновскую, но и гравитационную лунную астрономию, то мы можем изучать не просто материю, галактики, звезды, но и пустое пространство времени. Потому что пустое пространство времени тоже особый вид материи. Оно может иметь свою кривизну, свою завихренность. Вот это можно мерить с помощью гравитационного волновых телескопов. Ну, значит, на горизонте событий я уже сказал, важнейшая задача, конечно, доказать, что у черных дыр есть горизонты событий. И поэтому значит, можно нужно наблюдать черные дыры как в электромагнитном диапазоне установки телеизмерения массы. Но гравитационный волновой диапазон позволит именно услышать звона слияния черных дыр в электриксе с серой. И в этом смысле мы можем увидеть, как колеблется горизонт событий вновь образовавшейся более массивной земле. А вот радиострономические наградения, радиоинтерхерметические с помощью этого ивента с разрешением 10-15 секунд дают принципиально возможность построить изображение 5 на 10-5 секунды для центра нашей галактики. значит 4 на 10-5 секунды для центра галактики М87 это пристает сравнительно галактика. И это лучше, чем 10-5 угловое разрешение в этот аналитный перескоп. То есть можно будет прописать просто структуру окрестностей черной дыры гризин центр этих галактик. Вот. Но значит можно как бы суммировать результаты энергетелей в электромагнитном диапазоне. Вот что мы имеем. Получится очень красивый результат. Примерно три десятка черных гризин этой массы и около 70 нейтронных звезд. Которые являются либо рентгеновскими пульсарами, либо радиопульсарами, либо рентгеновскими двадцатых первого типа. У нейтронной звезды сильное магнитное поле есть наблюдаемая поверхность она быстро вращается. Вот за счет этого мы наблюдаем короткие импульсы излучения от нейтронной звезды. Это явный признак наблюдаемой поверхности. И вот интересно. Вот здесь на этой диаграмме показана масса ординат, масса объекта. Класси обсцесса это просто номер объекта. И три массы Солнца абсолютно вверх предел на массу нейтронной звезды пунктирчиком проведена. И вот эти внесутые массы Солнца объекты, которые показывают явную признак наблюдаемую поверхность. Вот ни у одного из этого объекта, а их уже порядка 70 штук, те объекты, у которых есть признаки наблюдаемой поверхности, то есть пульса наблюдается, его массы не превышают трех масс Солнца в полном согласии с общей теоретической осуществлой. А, так сказать, если масса объекта превышает три массы Солнца, таких объектов уже 30 штук, ни в одном случае объект не показывает наблюдаемую поверхность. То есть это очень красивый результат наблюдателя за 50 лет полученный, он косвенно свидетельствует о том, что черная дыра действительно не имеет наблюдательных проявлений. Но это только как бы необходимое выполнение необходимого условия, но недостаточно. Чтобы достаточное условие иметь, надо наблюдать эффекты специфичные для черной дыры. Словно. Ну вот, так сказать, что гидронные звезды и черная дыра различаются не только по массе, но это наблюдательное проявление в полном согласии с предсказанием общего тела по целой и относительности. Ну, об этом я сказал. Значит, дело в том, что некоторые гидронные звезды также не показывают признаков наблюдателя на полюсах. Например, если ось магнитного диполя, магнитного поля совпадает с осью вращению нейтронной звезды, то, если идет окрессия, то у вас будет только полюса вращающиеся горячими и не будет изменения светимости. Не будет пульса. Поэтому нейтронные звезды может не показывать феномен рентгеновского или радио пульса, может не показывать признаков наблюдателя поверхности. Поэтому в этом случае можно спутать массивную нейтронную звезду с черной дырой. Вот почему мы к ним можем считать, что электромагнитный дипозон позволил нам доказать существование черных дыр. Они очень похожи на черные дыр, но окончательного доказательства нет. притча от древних греков. Яков Борис Звездович любил рассказывать такую притчу. В древней грекции ученые проводили раскопки с тем, чтобы обнаружить, что в древней грекции был проволочный телефон. Древние греки очень продвинуты были в цивилизации. Они не нашли никаких проволок и сделали вывод о том, что в древней грекции был беспроволочный телефон. Делать вывод о том, что мы нашли черный пир на основании электромагнитного канала, пока преждевременно, потому что нельзя судить о природе объекта по отсутствию каких-либо предметов, потому что мы не наблюдаем признаков наблюдания. Чтобы доказать природу объекта, надо наблюдать эксперты специфичные для этого объекта. И вот как гравитационные волновые наблюдения при слиянии черных дыр и двойных систем позволяют дать дополнительные свидетельства существования горизонта событий у звездных черных дыр. Сейчас я об этом скажу, а сейчас покажу, как у нас черные дыры в рентгеновских двойных системах, это вот слева, распределены, и в гравитационно-волновых двойных системах. Все черные дыры в рентгеновом двойных системах имеют гораздо большую массу, чем в рентгеновских двойных системах. Это связано с тем, что эти массы черных дыр в рентгеновских двойных системах мы измеряем по движению оптических звезд. А возможности оптических телескопов сильно ограничены. Даже для самых крупных современных телескопов класса доступными являются область примерно несколько мегапарсет, в которой имеется три десятка галактик. И все. А гравитационно-волновая астрономия работает с объемом размером миллиард гигапарсет, в которой имеется не три десятка галактик, а многие сотни миллионов галактик. И поэтому вероятность обнаружить массивные черные дыры в гравитационно-волновой астрономии гораздо больше, чем в астрономии электромагнитного канала. Вот этим объясняется такое различие. Ну и вот, значит, вот эти специфические эффекты, которые могут нам раскрыть природу горизонта событий, могут служить различные моды затухающих колебаний вновь образовавшихся черных дыр и присвияли двух черных дыр в меньшую мать. Это так называемая стадия ринг-даун, стадия затухающего звона. Это перевод с английского ринг-даун это затухающий сбор. Вот на гравитационно-волновой кривой блеска. Вот здесь показана кривая блеска при гравитационно-волновом слиянии двух черных дыр. Вот сверху показано, как они сближаются, инспайл, это значит сближение, они теряют, система теряет энергию за счет излучения гравитационных волн, поэтому расстояние между черными дырами уменьшается, 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 потом межер, это момент слияния двух черные дыры, сильный инвестициональный процесс, изучение которого даст колоссальную информацию по проверке общей теории относительности. И наконец, когда черные дыры слились, мы наблюдаем сильно возбужденную черную дыру с большей массой. И она, эта возбужденная черная дыра, колеблется, и эти колебания экспозиционально затухают. Вот эти колебания как раз отражаются на стадии ринг-дамы. Вот как раз стадия затухания колебаний, форма этих сильно затухающих синусоид, она несет информацию о природе гравитационного горизонта событий вновь отражающихся черные дыры. Если в случае ринг-кеновских идвайных систем, мы просто пассивно наблюдаем черные дыры по ринг-кеновскому ореолу, который падает на реку, то здесь мы экспериментируем с черными дырами. Черные дыры сливаются, дрожат, ну, все это в мире. И вот структура вот этого стадии ринг-даун, оно как раз позволяет нам доказать, мы надеемся, когда точность секретационного нового компетенера будет велика, и когда количества таких измерений будет много, много сотен черных дыр снижатся, я думаю, что будет получено окончательное доказательство того, что это горизонт событий даже, а не какая-то проверенность и так далее. Так что это очень важно. Вот детальные моделирования процесса слияли, двух чем дыр проводится. Сейчас на суперкомпьютерах изучается слияние двух черных дыр, образуется общий горизонт событий, и потом начинается излучение горизонтных волн, и, наконец, горизонтный волн излучается от дрожащего горизонта событий, образовавшихся черных дыр. Ну, так вот выглядит в пространстве как две черные дыры. Вот это то, что завикрение и так далее, это не какая-то спиральная структура, а это искривление пространства, за счет искривления пространства времени мы видим задние звезды, сильно искаженные. Вот, как раз, видите, в галюционном поле суммарно двух черных дыр в пространстве времени приводят эффекты галюционного ориентирования, которые сильно искажают вид неба вблизи черных дыр. Вот, ну, не будем останавливаться более детально на всех этих процессах, вот только единственное, здесь как раз показана такая модельная задача, имеется черная дыра, и на нее падает тело бесконечно малой массы. И вот как будет, так сказать, наблюдаться, какие гравитационные волны от этого будут выглядеть? Сначала у нас наблюдается монотонно нарастающий гравитационного волнового сигнала, потому что когда тело падает на черную дыру, оно падает с переменным ускорением, потому что сила меняется в протяжении ускорения, потому что ускорение пропорционально силе, и это переменное ускорение приводит к излучению гравитационных волн монотонно. Потом, когда эта частица падает уже на горизонт событий, поглощается черной дырой, масса черной дыры возрастает немного, и она начинает как раз они несут информацию о природе вот этого организованного события. Изучая эти колебания, можно точно доказать, что это черная дыра. Ну, это случай не вращающаяся черная дыра, а вот это случай вращающаяся черная дыра. Там по-другому колебанию выглядит, поэтому можно даже определить, вращается черная дыра или не вращается. Я уже рассказал об этих сильных гравитаций, так называемых, когда мы имеем звездные черные дыры. Когда они сливаются, им есть возможность увидеть горизонт событий черной дыры в виде вот этих квазинормальных колебаний коррекционно-волнового излучения. А сейчас более простая задача это сверхмассивные черные дыры. Давайте посмотрим. От сверхмассивных черных дыр наблюдается сильные джеты, выбросы и так дады, но прямые свидетельства могут быть получены в скором времени с помощью этого Ивэн-Харайзен-Телескоп путем построения изображений темных теней на фоне ярких конструкционных дистанций подсветной силой черной дыры. Случаи, не вращающиеся черной дыры, дыр или диаметр темной тени, диаметр 2,6 раза больше, и 5,2 раза больше, чем просто дыры. И это помогает в изучении этих темных теней. И вот эти цифры. Для сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики это 4,3 надейшая стоимость Солнца, расстояние 8,3 килопарсетов, диаметр тени 5,3 на 10,5 сетей. Вполне по силам и в этой разной территории. А для сверхмассивной черной дыры в центре галактики 8,7 там масса в черной дыры 6 миллиарда солнечных масс. И хотя расстояние в тысячу раз больше, чем до центра нашей галактики, за счет того, что в тысячу раз больше массы получается диаметр цели почти такой же, как в случае центра нашей галактики. 3,8 на 10,5 секунды дыры. Ну и угловое разрешение вот этого Ревен-Харайзен телескопа, соответственно порядка 10,5 секунды это расчеты компьютера. В центре нашей галактики мы можем увидеть, это для разных моментов вращения разных ориентаций гравиационных дисков. Есть гравиационная диск вокруг черной дыры и сама черная дыра на него проектируется, она сама ничего не излучает, но она создает эффект тени, размер тени в 5 раз больше гравиационного радиуса и мы видим, что в это светящиеся вещество, на которое проектирует черная дыра, оно, это вращающее вещество из-за эффекта топлера, то вещество, которое к нам приближается, оно усиленно по яркости, а которое удаляется от нас ламплера. И вот на фоне этого светлого ориола мы должны увидеть тень от черной дыры. Она наполовину закрыта аккреционным диском и форма этой тени, размер этой тени как раз характеризует массу и угловой момент вращения черной дыры. Вот это мы надеемся увидеть общий вещество. Можно изучать обобщение метрик в общей теории относимости, так называемую обобщенную метрику гена. Изучая эти тени ориола вокруг черных дыры прямым видением, сравнивая с теоретическими изображениями, можно изучать, в частности проверять теорему имея при черной дыры волос видения. Известная теорема Петрова что черный дыры не имеет волос. Структура поверхности черной дыры имеют только гравитационное поле. Больше ничего. Магнитные, электромагнитные поля. Все излучаются при образовании черной дыры. Идеальный объект. Чисто гравитационное поле. Без всяких периодов, атомов, молекул. Вот это все можно проверять с помощью этого ивент-харайза перескопа. Изучая формы этого объекта. Ну и вот один из предварительных результатов, который был недавно опубликован. Значит, с помощью интерферометра именно померена так называемая видимость. Это результат корреляционного анализа сигналов от многих радиотелескопов, расположенных на расстоянии в тысячи километров. Вот эта корреляция, зависимость от базы, от величины интенсивности, она несет информацию о размерах и о форме, чем выиграли. оказывается следующее. Ученые надеялись, что будет только один максимум. И поэтому максимумы они надеялись оценить хотя бы другую размер тени от черной дыры. А оказалось, имеется два максимума. Главный максимум и основное излучение расположено во втором максимуме. Вот такое распределение может быть только в том случае, если у вас распределяют яркости не каус монотонно спадающий, а кольцо с темной дыркой в центре. Вот от такого кольца с темной дыркой в центре получается вторичный максимум. Наличие этого вторичного максимума говорит о том, что, скорее всего, действительно, мы наблюдаем тень от черной дыры. То есть ореол, который я показывал, вот здесь ореол, это искаженное гравитационным полем черной дыры изображение аккреционного диска, вращающаяся, поэтому левая часть более яркая, правая слабая, и темная тень. Если бы, так сказать, не было вторичного максимума, то можно было бы объяснить распределение яркости на этой структуре без темной тени, просто гауссом распределения. Оказывается, вот наличие вторичного максимума позволяет надеяться, что будет получено изображение тени от черной дыры на ярком поле аккреционного диска. Ну и на западе вот, и вот заключение, значит, руководитель этого Евайд Харасен Телескоп, группа которая занимается изучением от тени от черной дыры в ранней диапазоне, Дейман. Он написал вот такую фразу в одной из последних статей. Всего лишь 6-7 лет тому назад идея о том, что мы можем получить изображение черной дыры, казалась абсолютно спикрутивной. А так, благодаря постоянному техническому прогрессу и последним научным достижениям, перспективы для успешного решения этой проблемы стали реальными. И мы надеемся в этом году получить уже четко доказательство того, что есть тень от черной дыры в центре нашей галактики. Таким образом, это будет прямое доказательство наличия горизонта событий у черной дыры. Мы можем тогда сказать, что черная дыра существует со всеми вытекающими отсюда последствиями. надо будет объяснять парадокс без лицов, там всякие как-то человек живет бесконечно долго вблизи горизонта событий и умирает в центре черной дыры. Все это потребуется новой философии. Потому что все оказывается относительно. Вот видите, понятие жизни и смерти относительно. Одно системе отсчета мы с вами живем, а другое уже давно будет. И это надо все совмещать. Так что вот такая интересная наука нас ожидает. Я желаю вам, вы молодые, вы как раз будете все это делать изучать, принимать участие в этих исследованиях. Если поскопите к нам на становическое отделение физическое путь от обвинения, я вас привожу. Спасибо. Я немножко затянул. Вопрос, пожалуйста. Отчего зависит вращающаяся чёрная дыра вращающаяся? Это зависит от её происходения. Если звезда, которая сформировала чёрную дыру, её центральная часть вращалась, то при колоксе образуется вращающаяся чёрная дыра. То есть ядро вращалось? Что? То есть ядро вращалось? Да, ядро звезды могло общаться, и поэтому чёрная дыра получила в момент вращения. и вращение можно изучать как раз. Более того, если две чёрные вращаются, то когда они сниваются, то два момента вращения они прицессируют это вообще теория относительности. И это сказывается на форме гравитационного лунового сигнала. По нему можно изучать так называемую процесию леоцитивного. Эффект общей теории относительности. Этим тоже можно проверить. Кстати, сейчас уже общая теория относительности в общей гравитационной волновой астрономии проверена в экстремальных сильных полях. И никаких отклонений от общей теории относительности не Есть полярное сжатие? Есть. Что такое теме чёрной дыры? Теме чёрной дыры. Вот вы имеете чёрную дыру, фотоны, которые сзади идут, она на фоне коррекционного какого-то светлого образования, коррекционное диспорт у неё, внешняя часть коррекционного диспорта. Потоны идут, они идут не по прямой, они в коррекционном поле чёрной дыры искривляют, и не попадают в наблюдатель. Часть фотонов, которая идёт от задней части коррекционного диспорта, она завихряется и крутится вокруг чёрной дыры. Поэтому реальный размер тени, он больше. Если бы не было сильного коррекционного поля, то размер тени точности равнялся бы разнице чёрной дыры. Но за счёт искривления свет в сильном коррекционном поле самой чёрной дыры, у вас размеры распухают, и это помогает. Это помогает в пять раз выигрывать. Поэтому с помощью наземных антенн можно измерить чёрную дыры. По образу чёрной дыры. Пожалуйста, есть ли этот срок жизни чёрной дыры, или она живёт искривая? Есть так называемое квантовое испарение чёрной дыры, которое было предсказано в поле. Горизонт событий, на нём рождаются частицы из-за очень сильного коррекционного поля. И поскольку он не стационарен, то чёрная дыра в нашей системе отсчёта строго говоря не совсем точно чёрная. Дело в том, что поскольку вблизи горизонта события время останавливается, то сжатие ядра звезды происходит бесконечно долго. Оно не может закончиться, потому что на горизонте событий время останавливается. И поэтому с нашей точки зрения чёрная дыра формируется бесконечно долго. Но в первые миллисекунды размеры коллапсирующей части звезды достигают 99-99% горизонтных событий. А остальные 1,1% на протяжении миллиардов лет бесконечно долго приближаются к этому делу. И вот нестационарность горизонтных событий приводит к тому, что у вас частицы, которые рождаются вблизи горизонта, часть из них уходит внутрь чёрной дыры, часть снаружи. И поэтому масса чёрной дыры потихонечку убывает. И чёрные дыры уменьшают свою массу. Если чёрная дыра имеет маленькую массу, размером нашей Воробьёвой горы, примерно 10-15 грамм, тогда за время Вселенной, за время жизни Вселенной, за 14 миллиардов лет, эта чёрная дыра может испариться. Если же масса больше, чем размер горы, то она уже вечно существует практически всё время существования Вселенной. А звёздные чёрные дыры, тем более сверхносильно чёрные дыры, эффект испарения квадров этих чёрных дыров бесконечно мало. Что будет оставлять там, находящиеся на горизонте событий во время испарения? Во время испарения чёрной дыры на горизонте событий, во многих объектах не может существовать стационарно на горизонте событий, он обязательно будет падать. Если вы поместили его на горизонт событий, то он будет падать внутрь. И его там разорвут приливные силы и так далее. Поэтому даже нельзя сказать, что будет происходить. Пересекая горизонт событий, он очень быстро его пересечёт, какие-то там секунды-бережи, и быстро упадёт в цену. А сам горизонт начинает уменьшаться за счёт испарения. А тело очень быстро падает. Звёздные системы существуют двойные, тройные, четверные. Статистика показывает, вот я специалист по кратким двойным звёздам. Если вы имеете, скажем, сотню двойных звёзд, то из них 20% обязательно будут тройные. Если вы возьмёте 20% тройных звёзд, то среди них ещё 20% будут четверные. И так далее. И поэтому, поскольку чёрные дыры образуются из звёзд, то могут быть и тройные, и чёрные дыры. А слости у них отличные или нет? Ну, движение будет другое. В двойной системе чёрные дыры двигаются в первое приближение по закону Кеттера. Ну, когда они приближаются очень близко, когда уже горизонт событий сливается, там общая теория относительности работает. Законы Кеттера, они в Ньютоновской теории гравитации. А если троят три чёрных дыры, то они будут уже двигаться по закону задачи трёх тел. В случае задачи трёх тел движение очень сложное, и, как правило, это уже неустойчивая система. Они распадаются. То есть долго существовать кратные системы чёрных дыр не могут, если они не построены по так называемой иерархической схеме. Вот если вы имеете две близкие чёрные дыры и одну далёкую, тогда это может долго существовать. Если же расстояние между чёрными дырами сравнимо, то эта система быстро распадётся. Пожалуйста, вопросы? Вот ещё интересный вопрос уже в заключении. Чего равен объём чёрных дыр? У нас есть размер гравитационных событий, гравитационный радиус, для Земли 9 мм. Вот мы ждали Землю до 10 мм. И как посчитать объём чёрных дыр? Четыре третьих пиа квадрат. Пиа квадрат. Радиус известен, значит, объём шара с гравитационным радиусом 9 мм. Это неправильно. Оказывается, объём любой чёрной дыры равен бесконечно. Вот входя в этот зал, вы входите через сравнительно маленькую дверь. Но объём-то зала огромный. Поэтому, если вы в чёрную дыру попадёте, вы будете путешествовать в другой вселенной и так далее. Объём чёрной дыры равен бесконечно. Это ещё один из парадоксов чёрной дыры. Вот почему доказательства наличия чёрных дыр принципиально важны для философии, для энергетической физики. Спасибо. Спасибо.